Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как всегда, в наш адрес приходит большое количество вопросов, в первую очередь из стран, где наиболее далеко продвинулось внедрение технологий Skyway, в частности из России и из Австралии. В данный момент наших австралийских партнеров интересуют различия между технологиями Skyway и монорельсом. Почему интересует? Потому что примерно три года назад состоялось закрытие сиднейского монорельса. Произошло это по разным причинам, которые нам хотелось бы обсудить с создателем технологии Skyway, Анатолием Эдуардовичем Юницким. Но для начала небольшая справка, чтобы было понятно, о чем идет речь. Monorail Sydney, по-английски Sydney Monorail, это однопутная кольцевая монорельсовая линия в городе Sydney, связывающая гавань Darling, Chinatown с центральными деловыми и торговыми районами Sydney. Открыта в 1988 и закрыта в 2013 году. Монорельсовая дорога Sydney была больше аттракционом, нежели частью общественного транспорта. Основной причиной была ее нерентабельность. Это и стало приговором. Официальное закрытие состоялось 30 июня 2013 года. Дорогой, рассчитанной на перевозку 12 миллионов пассажиров в год, в течение 24 лет пользовались лишь 3-4 миллиона человек. Подвижной состав обветшал, а заказывать новый или ремонтировать старый стало весьма дорого, поскольку вагоны делались в Швейцарии. На линии длиной 3600 метров из 8 станций работало до 4 поездов. Путевая структура состояла из стальных балок шириной 94 сантиметра, поднятых на 5,5 метровых колоннах, расстояние между которыми составляло 40 метров. Остановка на станциях занимала 40 секунд, в которые также входило время замедления поезда и его разгона после высадки и посадки пассажиров. Начиная с 1987 года подвижной состав состоял из 6 поездов по 7 вагонов, и каждый поезд был рассчитан на 56 мест для сидения. Поезда ходили на резиновых колесах, каждый вагон имел 6 тяговых двигателей мощностью 50 лошадиных сил, что позволяло составу перемещаться со скоростью 33 км в час. В адрес создателей монорельсовой дороги всегда звучало много критики. Многие считают, что решение о ее строительстве вместо других транспортных систем, например, легкого рельсового метро, было политическим. Строительство линии последнего обошлось бы на 20 миллионов долларов меньше, а стоимость билета была бы ниже на 40%. За 24 года функционирования монорельса Сидния наиболее заметными стали следующие происшествия. 27 февраля 2010 года примерно в 16.00 на станции Паак-Далк столкнулись два поезда, в результате были госпитализированы 4 человека. 24 сентября 2012 года повреждение подземного кабеля привело к полной остановке системы, в результате чего были задействованы автовышки для спасения около 100 застрявших пассажиров. Анатолий Эдуардович, мы, как всегда, получаем очень много вопросов от наших партнеров, инвесторов. В первую очередь, это касается стран, где внедрение технологий Skyway продвинулось наиболее далеко. Это Российская Федерация, Австралия. В данный момент вопрос пришел из Австралии. Чем отличается монорельс от Skyway? В первую очередь, их это интересует, потому что монорельс в Сиднии прекратил свое существование почти три года назад. Не будет ли точно так же и с нашим транспортным, скажем так, инфраструктурным комплексом, в случае, если он будет внедрен в Австралию? Хотелось бы, чтобы вы рассказали вкратце об отличиях, о преимуществах рельсо-струнных технологий. Например, если начать с наиболее фундаментальных таких вещей, таких как путевая структура. Ну, здесь нужно обращать внимание не на термин, потому что вообще-то монорельс не является монорельсом. И это монобалка. Как рельсом можно назвать конструкцию? Поперечники полтора на полтора метра. Это вы говорите именно о монорельсе в Сиднии? Нет, я вообще говорю о монорельсе в том, как термин как бы утвердился, да? И по нему едут колеса, колесные пары. Какой же это монорельс? Это балка, это балочная конструкция. Поэтому традиционные монорельсовые дороги, это по сути дело разновидности эстакад с традиционными балками, у которых свои недостатки. И один из недостатков, это большая материал-емкость и высокой стоимость. И наличие эти передуманных швов, потому что без них такие конструкции строить нельзя. На швах идет стук, разрушение конструкции, ну, вода попадает, замерзает, допустим, зимой начинает разрушать. И несущая способность таких конструкций тоже падает. Из-за этого у них и большая материал-емкость. Что касается струнной, рельсо-струнной дороги, то как раз она и является монорельсом, потому что у нас только рельсы. Ну и, как правило, мы все равно используем не монорельс, а бирельс. У нас два, как правило, струнных рельса. Поэтому тут видно, что даже по сути это абсолютно разные конструкции, их нельзя сравнивать между собой, конструктивно сравнивать. По показателям надо сравнивать, безусловно. Так вот, показатели. Почему разобрали седневский монорельс? Это не виновата конструкция конкретного варианта исполнения монорельса. У них много вариантов конструкции. Есть, например, в Уперталь, Германия. Эта дорога в монорельсово, ну, традиционно, опять же, в монорельсово была построена еще в конце 19 века. И уже 120 лет, и никто ее не разбирает. Она нормально функционирует, и вписана в город. Поэтому давайте поговорим о отличиях и преимуществах струнной дороги перед традиционно монорельсовой. Ну, во-первых, у нас материаломка снижается где-то в 20 раз, и, соответственно, в 20 раз снижается стоимость путевой структуры. Ее надо купать. Поэтому стоимость входит, амортизация стоимости, капитальный затрат входит в цену билета. Значит, у нас в этой части билет будет дешевле проезд. Второе, амортизационные издержки. Балочные конструкции, там, большого сечения, там, большая поверхность, она корродирует, это же остальные конструкции, да, и за ней надо ухаживать. Там теперлудные швы, опорные элементы, мощные опоры. Поэтому достаточно большие и эксплуатационные издержки по содержанию такой путевой структуры. А у нас затраты, опять же, на порядок меньше. Значит, опять в этой части у нас цена билета будет, себе с том, эспресса будет дешевле. В этой части. Энергозатраты. Как правило, монорельсовые дороги в Сиднее, там, насколько я знаю, обрезинено колесо, резиновое колесо. Качение такого колеса, даже по стальной балке, оно испытывает большое сопрение. У нас стальное колесо катится по стальному рельсу. При этом у нас опирание улучшено по сравнению с железнодорогой в два раза. И поэтому у нас затраты энергии на определение качения колеса, ну, тоже примерно на порядок меньше. Значит, в этой части, опять же, себе с том, эспресса будет ниже. И у нас еще есть такое преимущество, как отсутствие экрана. У нас два рельса, и нет полотна сплошного, так. И очень аэродинамичная форма транспортного средства, которое мы назвали юнибусом. Где-то на порядок лучше, чем у того же легкового спортивного автомобиля. А с монорельсом дороги там еще больше разница. И поэтому нам нужны, ну, примерно в 10 раз меньше энергозатраты на ту же транспортную работу. Значит, в этой части тоже цена билетов будет меньше. И таким образом получается, что у нас себестоимость проезда, по сравнению с традиционным монорельсом, будет примерно в 10 раз ниже. Значит, транспортная система будет примерно в 10 раз дешевле, поэтому она фактически может в 100 раз быстрее окупиться. И поэтому разобрали седневский монорельс, нашу дорогу не разберут, потому что она будет эффективной. А второй уровень размещения, во-первых, повышает безопасность движения. Да я знаю, что там были аварийные ситуации в Сиднеевском монорельсе, но никто не погиб. По-моему, он эксплуатировался около 20 лет. А вот за 20 лет сколько на улицах Сиднея погибло людей? А сколько инвалидов стало? Так вот давайте сравним вот это. Поэтому абсолютно безопасных нет, конечно, систем. Но системы второго уровня не более безопасны, потому что нет препятствий, с которыми они могут столкнуться. Нет пешеходов, на которые они могут наехать. Нет светофоров, семафоров и так далее. Нет пересечений с другими транспортными системами на одном уровне. Нет переездов. Поэтому безопасность здесь, по сравнению с наземными системами, в тысячу раз выше безопасность. Поэтому это все говорит о том, что судьба струнных дорог, она будет другой, чем судьба монорельсовых дорог. И те дороги, которые будут построены, дороги Skyway, они будут функционировать, как и монорельсовая дорога в Упертале сотню лет. Поэтому, естественно, надо строить там, где есть окупаемость. А окупаемость, она вот объясняется теми причинами, которые я сказал, и еще пассажиропотоком. А еще временем пути, удобством, комфортностью. А в то же время в пути зависит от скорости движения. В Сиднецком монорельсе, там скорость до 30 км в час. У нас, в городском варианте, у них бы самому развивать скорость до 150 км в час. Поэтому, естественно, время в пути будет в разы меньше. Комфорт будет в разы выше. А стоимость билета в разы ниже. Поэтому такие системы, естественно, будут рентабельны. Даже при малых пассажиропотоках. Спасибо большое за ваши обстоятельные ответы. Вам спасибо. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv-deficit systems.com. Поддерживайте наш проект. И тогда, возможно, вскоре именно в вашем городе, в вашей стране вместо привычного приветствия прозвучит «Строй Skyway! Спасай планету!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова